Салю, братишки-стренки, меня зовут Мистер Кей, это ARK Survival Evolved, где мы продолжаем наше выживание в мире динозавров. И сегодня, наконец-то, мы займемся стройкой. Даже не просто стройкой, а оформлением интерьера нашего будущего большого дома. Я сегодня хочу заполнить вещами три первых этажа, а также построить, наконец-таки, второй этаж, чтобы дом приобрел более-менее окончательный вид, потому что здесь будет всего лишь два этажа и плюс, скорее всего, чердак. Так что посмотрим, что из этого получится и какие интересные инструменты нас тут ожидают. У нас, кстати, появилось новое строение. Один из наших новых игроков в нашем племени решил построить отдельный загон. Скажем, найдите 10 отличий между тем законом и этим загоном. Ну ладно, в любом случае у нас теперь динозавры в одном месте, а то место, получается, будет пустовать. Хотя сейчас там аргенты сидят, но тем не менее. Это здание мы в любом случае будем уничтожить, потому что в будущем я хочу основать тут красивое поселение, мини-деревню. Посмотрим, 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 что нас ожидает. В любом случае, ребят, ставьте свои зверские лайки, если вам нравятся динозавры, животные, арк, первобытные времена, ну и все в этом духе. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ваше честь, а мой корнотавр даже какашку отложил такую огромную. Молодец, красава. Ладно, давайте загоним его обратно, хотя он может, в принципе, стоять на страже здесь, если кто-то прибежит, то он сразу отправится в бой, а мы ему, конечно же, с этим поможем. Так что, дружище, сторожи нас, охраняй наше поселение. Смотрите, я до конца не решил, что где будет располагаться, я хочу поставить здесь кухню. Это самое главное, где мы будем есть, где мы будем отдыхать и готовить много-много всего крутого. Так что именно с нее мы и начнем. Волки решили напасть на нашу базу, чуть не схватили моего бедного барсучка, или как он там называется, как тебя зовут, Диггет? Ты же у нас кто? Боберк, Боберк, какой барсук, блин, Боберк. Там еще, кстати, есть были волки, почему он тут только один за нами побежал, так что надо расчистить эту территорию, прежде чем добывать необходимые для создания кухни, да и других комнат ресурсы. Так что валите все отсюда, наш задолбас. Скорнотавр, которого мы его так тяжело приручали, сейчас расчистит и расправит тут со всеми, а слушайте, волки жирные эти. Уровень у них, наверное, большой. Так, еще один готов и остался последний. Давай, давай, все. С тобой сейчас тоже разберемся. Уходи с нашей территории. И как раз таки мясо в него тоже закинем, чтобы он мог питаться. Я, наверное, его прямо здесь и оставлю, хотя если тут кто-то появится из хищников, они могут напасть на него, а я могу быть занят, чтобы его защитить. Все-таки он не бессмертный. Лучше оставим его около дома. Самое главное, это защищать наши основные постройки. Между прочим, пользуясь случаем, я сразу хочу сказать, если хотите играть в Ark Survival Evolved вместе со мной, вместе с некоторыми другими чувачками, то обязательно заходите на наш сервер в Дискорде. Там пишите мне, я скажу вам, что это за сервер, как к нему подключиться. Ну и будем играть вместе. То есть, прямо у вас трайп, будем развивать эту территорию. Я думаю, что можно каждому из членов нашего трайпа дать свой небольшой клочок земли, чтобы он там строил небольшие хижины. У вас тут таким образом будет главный дом, потом будут маленькие кузницы, маленькие жилые дома, ну и все в этом духе, на что фантазии хватит. Я создал первую партию полезных вещей, да я очень перегружен, поэтому не смог взять все сразу. Кстати, об свете, о свете. Понятное дело, это все надо будет освещать, и использовать факелы я здесь точно не собираюсь. Я хочу провести сюда настоящее электричество. У нас же есть одна ветряная вышка, можно поставить еще, может быть еще как-то можно вырабатывать электричество. Надо с этим разобраться, и в следующий раз мы проведем сюда полноценный ток. Я буду знаете, как Тесла, создатель электричества и света в первобытном мире. Здорово! Здорово, конечно, многое себе приписываю, ну вот. Давайте ставить наши первые вещи. Начнем мы, наверное, даже не с гриля, я хочу начать, а именно со столов, где мы будем есть и располагаться. Я думаю, что столы можно поставить как раз-таки у этого огромного панорамного окна. Вот прям вплотную вот так вот разместить их, чтобы вот здесь места для стула хватило. Давайте первый стол как-нибудь вот так вот поставим. Так, отлично. Теперь второй стол. Ой, я думаю, они так, слушайте, не поместятся. Только два стола у нас получится так разместить, потому что здесь уже будет сама кухня начинаться. Так что здесь только два стола мы-то поставим. Надо там поровнее их как-нибудь разместить. Хотя ладно, я выкрутился. Вот так у нас будут столы располагаться, и здесь будет такая небольшая смотровая площадка. Может быть, еще что-то сюда поставим. Я не знаю, там много разных вещей можно сделать для интерьера. Но многие из них я вообще еще ни разу не видел в арке. Окей, идем дальше. Идем дальше. У меня есть еще три скамейки. Плюс я стулья также оставил еще там, потому что не хватило места. Я очень был перегружен. Скамейки я, наверное, как раз таки поставлю вот здесь. А по бокам будут стоять те самые стулья. Но скамейки давайте сначала, наверное, тут разместим. Я, правда, не знаю, насколько близко надо ставить их к столу, потому что наверняка на них можно садиться. Но и можем, кстати, сюда всяких ботов разместить. Давайте вот так попробуем сесть. Сесть на деревянную скамейку. Ну, по-моему, выглядит неплохо. Вроде сижу за столом. Хотя можно поставить еще ближе. Давайте, пока она еще... Пока ее еще можно взять. Подобрать. Подобрать деревянную скамью. Я поставлю ее еще ближе, чтобы прямо-прямо за столом находиться. А не где-то в метре от него. Вот, отлично. Сесть. Во, вот так уже получше. Правда, как-то криво все это дело разместил. Хотя нет, нормально. Нормально. Все здорово. Правда, когда я буду вставать, я всегда буду на стол наступать. Окей. Еще одну деревянную скамью нужно будет разместить вот тут. А так, в целом, все готово. И когда мы будем вот так вот садиться... Нет, не в ту сторону садиться. Вон, в ту сторону садиться. Будем наслаждаться прекрасными панорамными видами. Сейчас, конечно, ночь. Толков ничего не видно. Думаю, наслаждаться прекрасными панорамными видами. И отведывать наше блюдо. Хорошо, переходим к кухне. И, кстати, касательно кухни. Я вот думал, может быть, там как-то кухню отдельной перегородкой отделить полустеной, так скажем. В целом, так можно поступить. Но тогда надо сначала разместить основные вещи на кухне, чтобы понять, сколько места она будет занимать. Основная вещь на кухне – это промышленный гриль. Вот такой он огромный. И прямо в угол мы его сейчас запихнем. Господи, он еще больше, чем я думал. Окей. Так, надо вплотную его к стене, конечно, поставить. Но не слишком вплотную, чтобы он не переходил грань. Во, блин, капец, сколько же еды мы сможем здесь готовить. А как же принимать пищу без барабанов? Нам нужен рев, чтобы желудки закипали и переваривали пищу лучше и больше. Так что огромные барабаны давайте поставим. Вот так вот, чтобы можно было... Я даже не знаю, куда их поставить на самом деле. Может быть, их здесь разместить? В углу? Так скажем, отсюда? Ну нет, здесь будет мешаться проходу. Давайте их вот здесь и разместим. Как-то... Как-то вот так получается. Ё-моё, я застрял. Я застрял в этих барабанах. Да, да, да. Отлично, только черт. Я думал, они будут по-другому располагаться. Так, подобрать боевые барабаны. Их все-таки вот так вот надо ставить. Именно ко стене получается. Вот так. Огромные боевые барабаны. Давайте их затестируем. Так. Живо все жрать! Живо жрать, еда готова! Живо жрать, еда готова! Бум-бум-бум-бум! Перевариваем пищу! Нам сейчас атаковать надо будет наших соседей! Ты пищу-пищу-пищу! Хе-хе-хе-хе! Куда меня понесло? Ладно, барабаны готовы. Мне кажется, они круто здесь смотрятся. Точно не в комнате отдыха их надо ставить. Дальше у нас идет котелок. Котелок можем тогда поставить рядом с промышленным грилем. Чтобы у нас это по-прежнему была зона кухни. Я не хочу это окно перекрывать. Поэтому котелок расположим здесь. Здесь же, здесь же нам надо поставить... А вот слушайте, верстак. Я даже не знаю, смысл ли ставить его на кухне. Думаю, что всякие верстаки и прочие печки мы здесь располагать не будем. Это мы все будем ставить в каком-то, знаете, промышленном... Промышленной комнате. Холодильник. Вот что нам точно потребуется? Холодильник. Причем, холодильник я, наверное, поставлю именно вот здесь рядом с... Интересно ставить холодильник рядом с промышленной печью. Но так у нас будет получаться реально кухня. Красивая кухня. Во! Отлично! Это надо будет еще все запитать электричеством. Так, у нас там кто-то дерется. Там аргентами собьют! Ё-моё, там аргентами сожрут! Быстро! Быстро спасаем аргента! Кто здесь прибежал его жрать? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Но его аргентика решил убить. Так, стоп, он меня... Да ё-моё, ничего себе, он больно меня бьет. Так, аргентик, а почему ты сдачи ему не даешь? Так, садимся. Садимся. Оно сдохнет! Ты думаешь, ты на меня напал и самым крутым сразу стал? Да ничего подобного. Это что, тигр, что ли, саблезубый тут напал на нас? Но мы его быстро, конечно, убьем. Это Гурови. Что-то я не припоминаю, что я их видел. Ну ладно, в любом случае разобрались. Правда, там все на него сагрились, но ничего страшного. Всё, аргент, если что, сразу свисни, я приду на помощь. Также, между прочим, здесь много места для наших боевых трофеев, которые мы можем повесить на стену. Вот так вот прямо посередине давайте разместим. Правда, пока что вешать мне туда нечего. Я даже не знаю, что туда можно повесить. Эти боевые трофеи ещё надо создавать. Но когда у нас что-то появится, это будет классное украшение для интерьера. И я обязательно покажу, что мы здесь разместим. Пока что просто их здесь развесим. Вот здесь две, наверное. И как раз-таки с другой стороны тоже две. Прямо напротив того места, где мы будем кушать. Ещё на кухне определённо должны быть огромные пивные бочки. Ну, это вот бочки, наверное, для воды. Хотя, может быть, здесь и пиво в них можно делать. Так, где бы их только разместить? Я уже не хочу дальше здесь углубляться в эту сторону. То есть не хочу расширять сюда кухню. А я, наверное, знаете, всё-таки вот тут сделаю небольшую перегородку. И, соответственно, эти бочки можно разместить вдоль этой перегородки. Правда, здесь теперь огромные барабаны мешаются. Но мы их можем, наверное, чуть в сторону сместить. Или уже не можем. Жаль, жаль. Куда бы их тогда установить? Ладно, ограничимся только двумя пивными бочками. Потому что их просто некуда здесь впихнуть. Пусть стоят здесь. Но тогда перегородка отменяется. Потому что здесь и так у нас тесновато на кухне получается. Так что обойдёмся без них. Да, в принципе, нормально смотрится. Просторная комнатушка. Здесь кухня. Там обеденный зал. Всё здорово. Так. И ещё последние моментики. Это как раз-таки стол. Давайте его здесь расположим. Потому что на этом столе я хочу сделать Food Bait Station. То есть на этом столе мы будем делать прикормку для будущих динозавров. Я очень надеюсь, что Food Bait Station можно расположить на столе. Да. Да, отлично. Это работает. Вот так вот посерединке. И очень красиво смотрится. Как будто я собираюсь здесь что-то готовить. Красота. Но чего-то не хватает. И как вы думаете, чего? А я вам скажу. Не хватает здесь водопровода. Есть всё для приготовления, но нету воды. У нас проведён водопровод на улице к вон той колонке. Но она находится очень далеко от дома. И я бы этот водопровод провёл как раз-таки прямо до дома. Прямо до кухни. Можно попробовать. Я изготовил кран и несколько труб. Но я не знаю, как это работает. Надо сейчас с ним разобраться. Плюс я немного увеличил наше место для готовки. Там, оказывается, можно ещё расположить создание трофеев и создание яиц. Если я правильно понимаю. Поэтому это очень красиво выглядит. Как будто всё превращается в полноценную кухню. Окей. Где бы поставить кран? Я думаю, что можно его расположить рядом с певными бочками. Или же вот здесь за котелком. Я думаю, для неё отличное место находится. Только он очень низко располагается. Я бы его чуть-чуть приподнял. У меня есть как раз-таки вертикальная труба. Небольшая. Правда, не знаю. Можно мне будет этот кран на вертикальную трубу поставить. Но давайте попробуем. Так. Получается, я без понятия, как это что будет работать. Давайте вертикальную трубу поставили. Окей. И давайте попробуем теперь ещё и кран расположить на неё. Так. Кран. Бляк. А, во-во-во-во. Отлично. Прямо на нашем уровне. Здорово. Блин, только в другую сторону смотрят. Так, подобрать. Его надо повернуть в эту сторону. А как же его развернуть-то? Во. Отлично. Развернул его. Так. Хорошо. Он готов. Но теперь его нужно подключить к общему водопроводу. Я думаю, у нас с тем водопровода будет одна. И возникает вопрос. Ха-ха-ха-ха-ха. А как мне это сделать? Наверное, это надо делать как-то с улицы. Давайте выйдем. Посмотрим, как это так работает. Ну, смотрите. Водопровод мы 100% будем, получается, проводить мимо нашего дома. Но как подключить-то ко всему этому делу? Хм. Я могу ошибаться, но вроде я подсоединил. Потому что только здесь была возможность установить именно длинную трубу. Только в этом месте. А у нас как раз и там колонка стоит. Ну, хорошо. Теперь эту трубу нужно провести к основному водопроводу. Блин, интересная вещь. Это строительство только, черт, занимает очень много времени. Даже больше, чем приручение динозавров, чтобы построить что-то интересное, а не просто коробку. Например, это я уже строю почти 2 часа. То есть, собираю ресурсы, все готовлю и закидываю на кухню. Кстати, зацените, как одна лампа мощно ночью освещает все это помещение. То есть, если такую поставить там на кухне, то все будет освещено шикарно. Шикарно. Но туда нужно порвать электричество. И я не уверен, что хватит мощности на большое количество электроприборов. Так что с ним тоже будем разбираться. Но пока меня интересует только водопровод. Так, где нам его расположить надо? Господи, это было все гораздо проще. Я зря тянул вообще все эти трубы, вы прикиньте. Там нужно было просто пихнуть в землю водозабор. И все, она автоматически пошла по всему водопроводу. Я понять не мог, что это как работает. Но оказалось, что это работает именно так. И теперь у меня получается по всему участку зря протянуты трубы. Но если я их установил, то пусть остаются. Как раз таки мы их потом будем использовать для орошения грядок, которые сделаем тогда здесь. И для других домов и так далее. Будет единая система водопровода на всю территорию. Так или иначе, смотрите, что у нас получается. Кстати, я еще хочу поставить там вот такую вот книгу. Это будет типа книга рецептов. У нее получится где-нибудь здесь вот позади вот так поставить аккуратненько. Или нет? Блин, как-то она накладывается. Криво получается. Но в другие места ее ставить не особо хочется. Ладно, ничего. Вот так вот постоит там. Нормально, нормально. Что же, наша столовая, таким образом, почти готова. Почти готова. Осталось провести свет, повесить трофей, а также рассадить людей. Манекены. Но все это делать я буду в следующий раз, потому что это строительство и так заняло много времени. И если вам понравилась эта серия, то обязательно поддержите ее на своем зверскими лайками. Я выпущу следующую максимально быстро, где мы займемся уже следующей комнатой. Возможно, она пройдет гораздо быстрее. И, кстати, пишите, что вы хотели бы расположить в центральной комнате и в соседней. В соседней я, наверное, сделаю как раз-таки станки и все прочее. А вот что делать в центральной, я пока не знаю. Так что предлагайте свои идеи в комментариях. Также обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И приглашаю всех еще раз в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Присоединяйтесь. Будем всем рады. А у микрофона специально для вас сегодня был Мистер Кэй. Всем хороших игр, хорошего настроения. Удачи и пока.